Дорогие друзья, вы находитесь в музее для друзей на специальном заседании клуба «Неформальная песня», посвященной истории создания и возникновения и развития великолепной группы «Битлз», которая оказала наибольшее влияние на культуру 20-го, 21-го и даже 22-го века, я надеюсь. Хотя, в общем, они не так часто теперь вспоминают, но всё, что делается, это всё от них. Так же, как они, всё, что они делали, взяли из классики, из джаза, из блюза, из сол, это всё преемственность развития культуры. Ну, пару слов могу сказать, откуда всё пошло в Питере. Ну, представьте себе, 56-й год, это было давно, я только закончил школу, но уже тогда занимался этой самой рок-музыкой, которая только два года как возникла. Она, конечно, была и раньше, но не была ещё оформлена, ещё не был выпущен «Rock Around the Clock», который вышел в 54-м году, потом был благополучно забыт, потом снова восстановлен. А мы тут в Питере сколотили подпорный клуб рок-н-ролла, который объютился в подвалах незаконно, нас несколько раз забирали, увозили на воронках. Но нас спасало то, что в наших рядах были дети высокостальных родителей, ну, как-то всё это дело спускали на тормозах. До борьбы до времени, конечно, это всё происходило в 60-м году, уже нас взяли за нас, взяли серьёзно. Я почему хочу это всё, так сказать, приурочить? Потому что в то же самое время в Ливерпуле, именно в 66-м, нет, в 56-м году, началось движение так называемый Ливерфульский бит, или позже он стал называться Мерси-бит по названию реки, которая протекала, и сейчас, дать бог, протекает в Ливерпуле. Значит, когда встретились сначала Джон Леннон и Поль Маккартни, а потом Джордж Харрисон, произошло это 15 июня, и с этого 15 июня 1966 года можно отмечать день рождения Битл, что и делается по всему миру. Надо сказать, что Джон Леннон был начинающим художником, учился в художественном училище, и друзья у него были все из этого мира. Его идолом был Лонни Данниган, это английский музыкант, который играл на кларнете, на банджо, и группой у него называлась «Скифл», потому что у него играли там на всех видах самодельных инструментах, и на стиральных досках, и на бидон-басе. И вот этот самый кумир Лонни Данниган послужил прародителем всего английского рок-н-ролла, который через несколько лет начнет свое вторжение в американский рок-н-ролл и, можно сказать, забьет многие американские команды роковые. А почему это произошло? Потому что английское правительство, королева, создало благоприятную обстановку для развития вот этой всей музыки, уличной, можно сказать, хулиганской, но потом это все принесло колоссальную прибыль английской короне. Так вот, Лонни Данниган частенько появлялся на телевизионных экранах Лондона, и молодежь путала то, что он давал ей, как, можно сказать, начинающий, а впоследствии уже большой рок-музыкант. И этот Джон Леннон пытался тоже это все играть. Сначала, надо сказать, играл на мандолине своей тетушке вместо банджо, потом, когда он получил гитару, узнал несколько аккордов, все те же три аккорда, наши родные, блатные, те же самые три аккорда, это все во всем мире было одинаково. И потом, когда он встретился с Поль Маккартни, и Поль Маккартни оказался более подготовленным музыкантом, Поль Маккартни начал играть какие-то там попытки в солирующих партии. Сначала это то, что они создали, уже когда появился Джордж Харрисон, называлось «Корримен». Потом Джон Леннон разогнал всех игроков на стиральных досках, причем один из них получил последней доской хороший удар по голове, на этом все закончилось. Значит, началась уже зачаточная рок-музыка. Потом эта группа стала называться «Силвер Битлз», серебряные жуки-ударники. Потом отпал слово «Силвер», стало просто «Битлз», это значит соединение двух слов «бит» и «жуки». Это очень емкое слово, которое имеет большое значение. Вот таким образом появилась наша замечательная, я говорю «наша», потому что это всемирная рок-группа. Она оказала наиболее сильное влияние на музыку, а значит на жизнь всего человечества, как никто. Они оказались замечательными мелодистами, Джон Леннон и Поль Маккартни, и Джордж Харрисон, который держался в тени, но он был наиболее сильным музыкантом из всех троих. Они начали выступать по разным клубам. У них сначала не было ударника, никто не мог долго играть с ними. Потом последний убежал после драки и даже бросил свою ударную установку. Они свою ударную установку выставляли, сами играли в ТРМ, а из зрителей кто-то выходил и стучал на этой установке. Родик, а можно небольшое лирическое отступление? Не совсем небольшое, это все очень интересно. У вас гости присутствуют, вы можете гостей представить, кто они вообще и какое они к вам имеют отношение? Это все наши лиричные члены нашего клуба «Неформальная песня». И это вот сидит Сергей Егоров, наш, вот так сказать, моя левая рука. У нас есть моя правая рука, но он сегодня отсутствует, Володя Суворов. А это наш ведущий рок-солист, он сегодня что-нибудь споет для вас. А из какого года вы знакомы, интересно? Мы познакомились все в том же партмольном рок-клубе. В каком году это было? Это было, я думаю, в 67-м. Нет, раньше, раньше. Надо его вспомнить. Очень давно. Нет, понятно, да, понятно. Был у нас друг Ерофеев, покойный, который, в общем-то, можно сказать, собрал нас. Царство Небесное. Царство Небесное, замечательный коллекционер. И вот он несколько даже текстов от «Игроконрольных» написал, которые, может быть, сегодня вы услышите его исполнение. Я хотел бы, вот что. Дело в том, что о «Битлз» очень много есть материалов, очень много фильмов уже поставленных. Мне хотелось бы все-таки, чтобы наш разговор шел о нас и о «Битлз» вместе. Как мы его воспринимали, когда мы его впервые услышали. О твоей коллекции потрясающей, «Битлз», это об этом. И, конечно, параллельно будем говорить о самих «Битлз». Конечно, параллельно. Но вот это именно наше восприятие «Битлз», потому что людям, я думаю, это интересно. И вы, конечно, о себе тоже, Родик, ты о себе расскажешь, потому что у тебя у самого история интересная. Да, продолжаем. Так вот. Впервые о «Битлз» я, как ни странно, почитал в газете «Известия». Значит, мы основные новости узнавали из-за этого железного занавеса, из российской информации. Если они считали нужным, значит, высшее руководство что-то написать о культуре западной, они писали. Например, о «Битлз» бы известно, что это дети рабочих окраин, и вот они создали какую-то музыкальную группу и завоевывают внимание, будучи тем, что они детище, скажем, плавитарских масс и поют о нужных пролетариатах. На самом деле, это, конечно, было не так, они пели о любви. Но, тем не менее, таким способом я узнал, что в Ливерпуле создана какая-то группа. Мне было, конечно, интересно, потому что кругом много было разговоров о них, вот, и мне удалось их услышать очень странным путем уже запись радиопередачи, которая, кажется, шла то ли из Ливерпуля, то ли еще откуда-то, не, не из Ливерпуля, я думаю, что она шла в Ликсембург, радио Ликсембург давала передачи музыки на Россию, которые проходили через глушишки. Ну, и в записи там одного моего друга, который успел записать, услышал одну из их песен, которая мне, в общем, показалась довольно странной, какой-то шотландской манере, какими-то разложениями голосов. Мы не привыкли к такому стилю, но я, конечно, удивился, думаю, что у них такого есть, мне, например, не понравилось. Потом уже позже, когда появились их пластинки, и мне попалась одна из первых пластинок, которая называлась Beat the Beatles, значит, я купил ее, и вслушался, и понял действительно, что тут что-то есть, и у меня начались нравиться и голоса, и манеры пения. И вот таким образом я начал собирать свою коллекцию. Сейчас у меня уже, можно сказать, все пластинки, Beatles, я думаю, есть. защищением, конечно, тех, которые, может быть, я не здесь держу их просто. У меня коллекция разбросана по разным странам и разным квартирам. Агодик, а можно параллельно? Мне интересно, как твои гости, как твои друзья тоже, как они с Beatles познакомились, хотя бы в двух словах, много не надо. Давай, давай, начнем. Скажи, что мне. С творчеством группы Beatles я познакомился в середине 70-х годов в Советском Союзе, когда я был еще учился в школе пионером, в киосках в Советском Союзе и в Печать продавались маленькие пластинки, миньоны Битлес, они стоили 1 рубль, и вот тогда... Это голубые, кажется, такие, да? Нет, это черники. А, черники, черники. А еще голубые были, типа для журнала, какое-то как приложение для журналов, помните, были? Почти как на костях, только не на костях, а на пленке. В школе на переменах вот слушали эти пластинки Битлес. Витя, а вы как? Альбомчик такой был, и там голубенькая пластиночка. Это да, а я про Битлес имею в виду сейчас вообще. Ну ты-то раньше, Сережа позже, поэтому он уже видел. Это тоже в начале 70-х годов где-то. Ну, в армии я призвался в 60-х. Ну, наверное, ты раньше 70-х годов-то, Битлес-то, наверное, раньше-то, я думаю. Ну, в армии там служил какой-то там. А в каких годах в армии служил? В каких примерно? Гражданской обороны. Нет, я в каких годах? А, в 64-го? А, понятно, ты попал в это время, именно в эти годы. Я от себя хочу, пускай за кадром. А, сейчас, сейчас. Когда я дебильнулся, я гнулся уже в самое, ну, другим, музыканты все. Понятно все. И как? Переписывались, магнитофон, магнитофон, привозили диски кто-то. В основном моряки. Да. Загранпланы. Потом я сам стал моряком. И фарцовчики их продавали, да. Фарцовчики продавали, да. На галере, в опрашке. Да. Менялись, покупали, продавали. То есть, жизнь такая музыкальная текла. Мож. Ну, и могу рассказать, как мы оттуда привозили эти детки. Да, да, давайте мы по очереди, мы к этому вернемся обязательно, потому что это интересно. Мы к этой теме вернемся. Я от себя хочу, пускай за кадром, но хочу от себя сказать еще. Дополнить просто. У меня представление, когда мы сидели в школе где-то, примерно тоже, 66-й год, где-то 66-й год, на партах писали, ножом вырезали Битлз, рядом была Октябрьская гостиница, и я помню хорошо, в газетах тогда писали, вот собрались ребята, ну, как вот Рудик говорит, ну, играть не умеют, ничего не умеют, ну, мир поражают, ну, и потом, конечно, очень много было всевозможных статей, типа, примерно такие, вверх по лестнице, ведущий вниз, и вот такие подобные, которые, грубо говоря, в основном, ругательного такого, свойства ругательного, то есть, их ругали, что все это ерунда и не имеет никакого значения, и, конечно, мое, то, что я запомнил тогда, то, что Битлз постепенно, это, конечно, та вот истерия, потому что до нас тоже это доходило, те же приезжали финны, у нас очень финны приезжали, из-за гостиницы, и мы это все наблюдали со стороны, Рудик, конечно, от тебя интересно послушать, и дальше, как у тебя развивалось, интересно очень, как ты студию, вот ты из студии привез, и как ты сделал вот эту коллекцию, потрясающую, да. Ну, надо сказать, что это моя, можно сказать, пятая или шестая коллекция, к сожалению, все предыдущие коллекции я потерял, много раз, забирали их, конечно, органы, после обысков уносили чемоданы, пластинок, я больше их потом никогда не видел, перед самой, так сказать, но я каждый раз продолжал, собирал все новые, новые, я понял потом, откуда у меня такая страсть к этому коллекционированию, и к собирательству и к собирательству различных видов музыки, песен, потом я только это понял, когда я увидел на Маховой улице Санкт-Петербурга мемориальную доску, где было написано, что в этом доме жил Сергей Колбасиев, знаменитый в узких кругах, будем говорить, широко известный в узких кругах коллекционер еще первых пластинок на 78 оборотов с джазовой музыкой, и он был писатель знаменитый и капитан дальнего плавания, и может являться первым таким крупным коллекционером, там было написано, что он прожил в этом доме до 37-го года, тут я сразу понял, что с ним случилось несчастье, позже уже я узнал, что в 37-м году он был расстрелян, а я родился в 37-м году, я так посмотрел по датам и, наверное, у меня мурашки по телу прошли, я подумал, что его душа всевелась в мою бренную оболочку, и поэтому я так неуклонно собираю, теряю и собираю, падаю и встаю, и так, и со мной идет группа замечательных друзей, не такая уж маленькая, может быть, там, ну, от 50 до 100, полупитера, а может и больше. я когда смотрю, мы вместе просто обсуждаем эту тему, интересно, я когда смотрю на эти пластинки, мне немножко страшно становится, потому что, ну, у меня первый вопрос такой, насколько ты знаешь, а сколько вообще пластинок Битлз вышло, я понимаю, что это почти невероятная задача, потому что они выходили во всех странах мира, я могу пояснить. Ну, примерно, да, вот как вы знаете, как ты знаешь, Я могу сказать точно. Значит, Битлз выпустили 16 официальных дисков. Как фирма называлась их? 16. Первая пластинка в Англии... Фирма называлась, которая выпускала пластинки. Я вот это и спрашиваю. Прось, повтори. Сама фирма, название фирмы, которая выпускала пластинки, правильно. Значит, первая фирма, которая выпустила в Англии пластинку Битлз называлась Парлафон. С большим трудом Джордж Мартин, который впервые услышал их на прослушивание фирмы Парлафон. Эпштейн, вы знаете, был руководитель Битлз. Он не музыкальный, а коммерческий руководитель. Большим трудом нашел фирму, которая согласилась прослушать Битлз. Потому что в то время групп было масса в Англии и в Ливерпуле. И были группы более популярные, чем Битлз. Они где-то до третьей строчки десяти пунктов перечня поднимали, выше не могли так сказать, и подняться иногда. А когда Эпштейн добился прослушивания на фирме Парлафон, и их услышал Джордж Мартин, который был музыкальным директором, он понял, что из этих ребят может выйти толк. А почему именно заинтересовался Эпштейн? Потому что будучи в Ливерпуле, они ездили два или три раза в Германию, им удалось записаться с оркестром, не самим оркестром, а с подачи Берт Кэнферта, руководителя знаменитого оркестра, который в то время в Германии функционировал, с этой подачи им удалось записаться на первую пластинку, которая вышла в Германии, где они еще частично назывались Beat Brothers даже, и с ними играл значит, играл Beat Best в то время, их первый, можно сказать, ударник официальный, а привлек для записи английский певец Тони Шеридан, который у Берт Кэнферта вызывал интерес как певец, но Берт Кэнферт не мог записать его со своим оркестром, для него нужно было создать специальный ансамбль, и вот он ему предложил найти каких-нибудь ребят, и Тони Шеридан вспомнил, что он слышал в старом клубе английскую четверку музыкантов, он говорит, у меня есть такие, поехали, договорились, и вот они сакомпанировали, А у тебя есть эта пластинка, Родик? Да, конечно, есть, вот она в этой стопке, я ее покажу. Надо с ней было и начинать. Я ее покажу. Надо начать, да. Тони Шеридан, замечательный английский певец, в сопровождении Битлз, в то время они уже назывались Битлз, записал порядка 10-12 вещей, и все было бы замечательно, но в числе этих вещей попала английская песня народная My Bonnie, морская песня, которая впервые была сделана в бит-плановом таком ритме. Обычно ее выполняли как по свинке или по гитаре и еще как-нибудь, а тут в битовом плане и когда эта пластинка уже в виде 45-ки попала в Англию, публика очень заинтересовалась этой манерой, стала искать эту пластинку и Эпштейн, к нему у него был магазин музыкальный, приходили и спрашивали этот диск в My Bonnie, он заказал в Германии и мгновенно эта пластинка была продана. Потом он узнал, что эти ребята неподалеку играют в каверн, такая была, пивной бар, и он пошел их послушал, и они ему понравились, они подружились, и Эпштейн взял на себя руководство в этой финансовыми делами, продвижениями, и он нашел большим трудом Джордж Мартина, который в свое время прослушал их, устранил, я ему сочувствую, Питбеста, который был прекрасным барабанщиком, и который был очень красивым парнем, он и сейчас, надеюсь, красивый парень, он живой, дай бог ему жизни, но он, к сожалению, вылетел в самый последний момент, потому что он не мог петь квартетом, тем самым квартетом шатанской манере, который не понравился мне, но понравился всем окружающим, он не мог петь, а мог петь Ринго Стар, который в то время тоже неподалеку познакомился с ними еще в Германии, и не оставлял эту компанию, и он был приглашен, поскольку он был под рукой, но он был приглашен на место ударника, но первое прослушивание ему не дали играть ударником, а за него стучал Поль Маккартни, вот, ну, позже все наладилось, Ринго, Ринго Стар занял свое замечательное место, вот с этого момента, можно сказать, и пошла Слава. Можно мне добавить немножко, я хочу, вот такой момент, очень интересный добавить, который я знаю, в одном только Ливерпуле в тот момент сочетало около 600 групп, а в одном Ливерпуле около 600 групп, но, если подумать, ведь этот бум, который вот у нас же был, по сути дела, еще было эхо железного занавеса у нас было, поэтому, как раз, видите, нам потом расскажут о том, как вы это вы доставляли, это очень интересно, как раз, к этому подойдет, просто, чтобы нам немножко по очереди все это говорить, пока вот Руди готовится, но я хочу сказать, что бум-то все равно, несмотря на занавесы, до нас дошел, и у нас практически, тогда еще в Ленинграде, еще в Ленинграде, практически команды были в каждой школе, в каждом вузе, а если почитать количество школ, там 200-300, то, наверное, не меньше, чем в Ливерпуле было команд, и это все благодаря вот этой той волне, которая пришла из Великобритании, все-таки она пришла, да, из Великобритании, я, кстати, только поэтому до сих пор больше люблю какую-то англоязычную музыку, не американскую, а все-таки больше нравится именно английская музыка, это я лично свое вот впечатление, хотя, конечно, американская музыка очень нравится, и последнее хочу сказать, я, Лудик, наверное, еще будет об этом говорить, конечно, они боялись страшно ехать в Америку, они готовились, они боялись провала, поэтому они очень долго готовились к поездке в Америку, все было продумано, Эпштейну спасибо за это, потому что он продумал все до мелочей, они приехали, они с триумфом туда приехали, Рудик намного больше, более интересно расскажет, но я вот еще какой момент хотел сказать, в ответ на Битлз в Америке была создана группа Бичбойс, это как ответ был самое вот это, ну, Рудик лучше меня тоже все это знает, но мне лично до сих пор, несмотря на то, что там дети, Бичбойс, сейчас известные музыканты, все это, дальше Спенсер Дэвис групп, они даже стиль свой игры поменяли, можно бесконечно говорить об этом, обо всем, но до сих пор, могу сказать определенно, и хотя Бичбойс играет песни Битлз, все равно никогда не до уровня, так и не доросли, это мое личное мнение, оно субъективное, но до уровня Битлз они не доросли, все, предоставляем, Рудик, я могу продолжить, да, 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 продолжаем дальше, я хочу показать, как выглядел Питбест, вот тут есть пластинка, где он еще с ними, видите, вот, это Питбест, да, о, да, 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 о, правильно, да, Питбест, а это вы знаете, Поль Маккарти, и Джон Леннон, и Джордж Харрисон, да, вот эта самая, так сказать, запись еще сделанная в Германии, вот, вот написано, Мабонни, видите, Мабонни, которая, не будь, вот этой вещи, возможно, бы не было Битлз, потому что вот моя статья, я все держал ее в руках, но куда-то делал, когда написал, которая написала в Америке, так и называется, это написано для нового русского слова, Битлз в нужное время, в нужном месте и с нужными любви, или все рок-музыки, их как будто... Родик, сейчас появилась какая-то информация, дело в том, что я думаю, что не все тебя знают у нас в России, все-таки не все, наверное, знают, я думаю, что много знают, но не все, и вдруг появилась информация в Америке, ну, хотя бы несколько слов, скажи, там, минуту-две, как ты там появился вообще, и откуда вот это у тебя такое богатство вообще большое. Я расскажу. В двух словах. Я уже начал об этом говорить, это моя пятая, шестая, я уже сбил с отчетом коллекции, потому что вся моя деятельность, я думаю, Сергеем Колбасевым руководима, Царством и Небесное, несмотря ни на какие преследования, ни на какие невзгоды, если я начну это рассказывать, вы даже, может, не поверите, она была как будто продиктована у меня свыше. И сейчас я даже, вот то, что мы находимся вот в этом нашем музее, который я создал отнюдь не для себя, а для всех, для общества, для моих друзей, я всех считаю своими друзьями, потому что я блокадник, и когда кого-нибудь из чужих людей называют дорогая, там, я вам не дорогая, я отвечаю. Годик, а если не секрет, вы мне все дороги, а сколько вам лет, если не секрет? Вы мне все дороги, потому что я блокадник, и все, кто тут живут, мне все дороги. Я живу вот в таком принципе. Сколько вам лет, если не секрет? Мне лично? Да. Почему вам? Ну, я, ну, ты, ну, я так, ну, я, ну, я наполовину, я шучу, конечно. Я 37-го года рождения. Вот понятно, что блокадник тогда, понятно, да, да, да. Я родился тогда, когда не стал Сергея Колбасева. Вот, так вот, вот это феерок музыки, в которой я упомянул статья о Битлз, вот она, еще раз, в нужное время, в нужном месте, тут нет, и с нужными людьми, а она говорит о том, что их кто-то тоже вел, потому что они все правильно делали, все абсолютно, шаг за шагом шли к своему успеху, они делали, конечно, и ошибки, и огорчались, и страдали, но они пришли к тому, что мы имеем. Если бы не появилась, я ее, не то, что ненавижу, просто не люблю, Йоко Йона, они, может, до сих пор были, потому что их растащили, женщины их растащили по своим койкам, можно сказать, женщины это хорошо, но когда они растаскивают музыкантов по своим койкам, то это уже плохо. Так вот, сейчас, к сожалению, нету Битлз, но есть Роллингс-Тонс, которые, чуть-чуть попозже, возникли, и у нас тоже есть масса пластинок здесь, и Пол Маккартни все-таки остался еще, и Пол Маккартни остался, и Роллингс-Тонс. Мы о них тоже будем говорить. Это не менее, это, может быть, хоть более интересная история, но неважно. Сегодня мы говорим о Битлз. Так вот, когда Эпштейн взялся за них, это был шаг, когда Джордж Марстин взялся за них, это был еще один шаг, когда они каждую пластинку выпускали, которая вот здесь есть, это каждый раз правильный, продуманный, нужный шаг в нужном направлении. Сейчас я вам покажу самую первую пластинку, которая вышла. Она называется Плиз-Плизми. Что это значит Плиз-Плизми? Пожалуйста, радуй меня!